Добрый вечер, на ТВ8 новости в студии Юлия Будеев. Сегодня Ларина Магланова. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались еще два медицинских работника. За последние сутки в стране было проведено больше тысячи тестов на COVID-19. Выявлено 113 новых случаев заражения. Диагноз подтвердили еще у 20 медиков. Внимание! 7 мая в столице вход в магазины и аптеки без масок, даже самодельных, запрещен. За несоблюдение нового распоряжения комиссии по чрезвычайным ситуациям Кишинева грозит штраф. Малые производители хлебобулочных изделий и даже небольшие пекарни уже ощутили нехватку сырья. Посредники продают зерно по завышенным ценам. А вот крупные производители работают в обычном режиме, но не исключают, что мука все же подорожает. О хлебе насущном расскажем в выпуске. Без маски никуда. Уже с завтрашнего дня жители и гости столицы будут обязаны носить маски или прикрывать лицо шарфом при посещении общественных мест закрытого типа. Это магазины, аптеки и другие коммерческие организации. За неповиновение грозит штраф, а владельцы торговых точек имеют право не пускать покупателей без масок. Об этом на своей странице в Фейсбуке заявил столичный городоначальник Иоанн Чубан. С начала этой недели и в общественном транспорте пассажиров обязали прикрывать лицо, но не все следуют правилам. Как заявил мэр Кишинева Иоанн Чубан, из-за ослабления карантинных мер на улицах столицы вновь стало многолюдно. Согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям Кишинева, граждане обязаны прикрывать лицо или носить защитные маски при посещении общественных мест закрытого типа, то есть в магазинах, аптеках или в других закрытых пространствах. А администраторы торговых точек с 7 мая имеют право не пускать посетителей, которые не прикрывают лицо. О том, кто должен носить маски в разгар эпидемии, здоровые или больные, в социальных сетях спорят до сих пор. В конце марта министра здравоохранения запечатлели в одном из продуктовых магазинов. При этом маски у Вярики Думбровяну не было. Заступались за главу Минздрава многие, в том числе и премьер-министр Иоанн Кику. «Если бы те, кто нападает на госпожу министра, внимательно слушали все, что глава Минздрава говорит, тогда им стало бы понятно, не обязательно носить маски, если ты здоров и… или не контактируешь с зараженными. Это протокол ВОЗа, его следует соблюдать. Если носить маску без смысла, тогда можно превратиться в собирателя микробов и вирусов», заявил Иоанн Кику в своем фейсбуке. Министр здравоохранения Верика Думбровяну неоднократно появлялась на публике без маски и каких-либо средств индивидуальной защиты. Столичное управление полиции тем временем уточняет, за несоблюдение карантинных мер виновным грозит штраф от 22,5 тысяч лиф. Коронавирус унес в жизни еще двух медиков. От осложнений скончалась 40-летняя фельдшер из Каушаны, 68-летний хирург высшей категории из Приднестровского региона. О летальном случае на левом берегу Днестра заявили в пресс-службе терраспольского лидера Вадима Красносельского. С начала эпидемии жертвами коронавируса стали уже 8 сотрудников системы здравоохранения. Количество заболевших медработников составляет без малого 2000 человек. Между тем число инфицированных в стране увеличилось еще на 113 пациентов. За сутки было обработано свыше 1000 проб на COVID-19. В Кишиневе 39 случаев, на левом берегу Днестра 14, в Дубосарах 12, в Бельцах 11. К сожалению, 7 смертельных случаев. Умер еще один медработник. За последние 24 часа коронавирус был выявлен еще у 20 медиков. В тяжелом состоянии находится 227 пациентов. Из них 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С начала эпидемии в стране было выявлено 4467 случаев коронавируса. Стоит отметить, что 1658 пациентов успешно прошли лечение. Груз защитного снаряжения медикаментов из-за прута уже в пути. Гуманитарная помощь от Румынии стоимостью 3,5 миллиона евро отправилась сегодня из Бухареста. 20 грузовиков уже завтра должны прибыть в Кишинев. Первоначально планировалось, что партия лекарств и оборудования прибудет сегодня. Но в итоге мероприятие отложили, как отметили в посольстве Румынии в нашей стране, по объективным причинам. Это очень важная помощь для системы здравоохранения Республики Молдова, где большие проблемы, где много чего отсутствует. 20 грузовиков с гуманитарной помощью отправили сегодня в молдавскую столицу из Бухареста с местной площади Победы. На мероприятие присутствовали премьер-министр Румынии и другие официальные лица. Людовик Орман сообщил, что конвой прибудет на Леушенскую таможню завтра около 9 часов утра. «Надеюсь, некоторые не будут пытаться использовать этот жест в политических целях. Это сделано для наших братьев из-за прута. Неважно, румыны они или другой этнической принадлежности». Изначально журналистам сообщили, что помощь прибудет в Молдову сегодня. Однако она задержалась. Молдовские власти развеяли слухи, что это было сделано намеренно, отметив, что румынская страна запросила больше времени на подготовку конвоя. «Процесс подготовки конвоя занял больше времени. Речь о 20 грузовиках. Это объемный процесс. Он занимает некоторое время». Ряд политиков обвинили молдавское правительство в отказе от предложения, чтобы конвой с гуманитарной помощью из Румынии остановился на площади Великого национального собрания и чтобы там был организован процесс передачи груза. Так партия национального единства призвала власти не саботировать этот жест и разрешить колонии машин остановиться в центре Кишинева. Усилия правительства практически скрыть от глаз граждан Республики Молдова «Помощь, поступающую из Румынии, не просто враждебен, но и глубоко антирумынский», говорится в пресс-релизе ПНЕ. Депутат Октавиан Цику заявил нашему телеканалу, что молдавская сторона отказалась выставлять гуманитарную помощь из Румынии на площади Великого национального собрания, поскольку никакой другой помощи там не было. С другой стороны, как в столичной мэрии, так и в правительстве заверяют, что не получали запроса о парковке 20 грузовиков в центре столицы. Такой просьбы не было, я не видел. Кто-то обязательно встретит этот конвой в пункте пересечения границы в Леушенах, там легче справиться с задачей. И таким образом румынская помощь будет вручена и будет высказана благодарность. Помощь, предоставленная Румынии, состоит из 500 тысяч высокоэффективных защитных масок, 25 тысяч комбинезонов, 10 тысяч экранов для лица и защитных очков, 200 тысяч перчаток, без малого 3 тысяч упаковок с лекарствами, 10 боксов для транспортировки больных коронавирусом и около 80 тонн санитарного спирта. На эту помощь правительство Бухареста выделило 3,5 миллиона евро. В Кишиневе, согласно повестке дня, грузовики должны были встретить первые лица государства – Игорь Дадон, Ион Кику и Виарико Думбровяну. Конвой отправился в день 30-летия свободного перехода советско-румынской границы, получившего название «Мост цветов». Уход из ДПМ не был неожиданным для руководства политформирования. Так, Руксанда Главан ответила на недавнее заявление Павла Филиппа о том, что ее решение стало для него настоящим сюрпризом. Бывшая демократка уверяет, что, будучи обеспокоенной действиями правительства во время эпидемии коронавируса в Молдове, обсудила свои опасения с лидером партии. Более того, Главан возмутил тот факт, что ее не допускали к участию в принятии решений. Сегодня же депутат, которая несколько дней назад вышла из состава Демпартии, предстала перед журналистами с двумя инициативами, которые касаются системы здравоохранения. Группа «Про Молдова», которой недавно присоединилась Руксанда Главан, предлагает создать спецкомиссию для разработки кодекса здравоохранения, а также отменить обязательства приобретать полис обязательного медстрахования гражданам Молдовы, которые возвращаются в страну на срок, не превышающий 183 дня. Депутат, бывшая министра здравоохранения, утверждает, что эпидемия коронавируса вновь выявила проблемы в системе. Нехватка медработников, плохая оснащенность медучреждений и устаревшее медицинское оборудование. Главан отметила и успехи системы в бытность, когда она возглавляла Минздрав. «Проведенные нами изменения были огромными. Вы можете найти их в отчете за день, когда я покинула правительство». Бывшая демократка коснулась и темы своего ухода из Демпартии. По ее словам, она обсуждала с Павлом Филиппом свое намерение, однако сам он этого, видимо, не понял, что следует из его недавних заявлений. «Дискуссии, которые были у меня с госпожой главан, не предполагали какой-либо уход». «Господин Филипп слукавил, потому что вся партия понимала наличие огромного дискомфорта из-за того, что, будучи некогда министром, заместителем министра, я вообще не была вовлечена в решение правительства и их действия в управление кризисом. На последнем заседании фракции я пояснила им, что это может быть наша последняя встреча». После ухода Руксанды Главан у фракции ДПМ остался 21 депутат, а в группе «Про Молдова» сейчас 7 парламентариев. У парламентской группы «Про Молдова» появился свой офис. Ушедшие от демократов парламентарии переехали в съемную штаб-квартиру. Обходится она им 700 евро в месяц. Деньги якобы пожертвовали сторонники политформирования. Об этом сами депутаты признались нашей съемочной группе, которой и показали свои владения. «Вижу, есть телевизор у вас, но все же не настолько роскошно, как на армянской. Да, это съемное помещение, площадью около 100 квадратных метров. Нероскошно, но достаточно удобно. Из дома принес стул, ноутбук, принтер». «Так выглядит конференц-зал, где депутаты от парламентской группы «Про Молдова», бывшие демократы, проводят пресс-конференции. Здесь диван, телевизор, стол и трибуна. «Эта трибуна сдается в аренду. А она не из офиса на армянской? Похоже. Не знаю, может, эта трибуна и была где-то еще. То, что я знаю, что она сдается в аренду. Меняется только логотип. А в другой комнате что у вас? Покажете нам? Да, здесь небольшой протокольный зал для встреч и обсуждений. Рядом зал заседаний. Небольшой зал для заседаний. Здесь мы собираемся с коллегами и обсуждаем наши инициативы. Без охраны? Нет, ничего такого у нас нет. Только четыре комнаты. «Деньги на аренду», говорит Сергей Сырбу, от добросовестных людей, которые перечисляют пожертвования на счет созданной им 10 лет назад общественной ассоциации. «Во сколько обошлась вам аренда 100 квадратных метров? Думаю, около 700 евро. И кто оплачивает? Этот офис снимает общественная ассоциация. Она вам помогает?» «Да, помогает. Есть волонтеры, люди, поддерживающие нас, которые жертвуют деньги». Рената Усатый говорит, что этот донор – Илон Шор. Рената Усатый много говорит. Пусть лучше расскажет, откуда у него финансирование. Андреан Канду, Владимир Чеботарь, Сергей Сырбу, Корнелий Подневич, Григорий Репещук и Элеонора Граур покинули Демпартию в конце февраля. Тогда они жаловались на давление и выступали против альянса с социалистами. Они сформировали парламентскую группу и намерены создать теперь партию. На прошлой неделе к группе присоединилась и Руксанда Главан. Ранее, когда ДПМ возглавлял Влад Плохотнюк, демократы работали в роскошном и тщательно охраняемом офисе на улице Армянской. После того, как их лидер покинул страну, переехали в старый офис на Тегине из-за отсутствия средств на содержание прежнего. Несмотря на давление, сохраняет независимость. Председатель Конституционного суда Домника Маноли на брифинге для прессы обратилась к Венецианской комиссии и дипломатическим миссиям Совету Европы и Европарламенту, чтобы рассказать, что происходит в КС. По ее словам, учреждение по-прежнему продолжает работать беспристрастно, однако заявления властей нагнетают обстановку и даже дискредитируют судей. Мы решили проинформировать граждан Республики Молдова о крайне сложной ситуации, которая может повлиять на деятельность Конституционного суда. Мы также обращаемся к Венецианской комиссии, Европейскому парламенту, Совету Европы, всему дипломатическому корпусу. Заявление Конституционного суда звучит спустя несколько дней после жалобы судей КС в Генпрокуратуру на слежку и попытку оказать на них политическое давление. Проблемы стали появляться после того, как бывший депутат-социалист Владимир Цуркан был отстранен от должности председателя Конституционного суда из-за своего телефонного разговора с президентом Игорем Дадоном. На его место была избрана Домника Маноле. В тот же день было приостановлено и действие кредитного соглашения с Российской Федерацией на 200 миллионов евро. Социалисты обвинили группу про Молдову и партию Шур в установлении контроля над учреждением. Однако, как в обоих политформированиях, так и сама председатель КС обвинение отрицают. Заверяем вас, что судьи Конституционного суда будут действовать в строгом соответствии с Конституцией Республики Молдова и будут оставаться в равной степени беспристрастными при вынесении судебных решений, независимо от оказываемого на нас давления. Заседание, на котором должна быть решена судьба кредитного соглашения с Россией, состоится завтра. Ранее депутат-социалист Василий Боле попросил Высший совет магистратуры отстранить трех судей КС за нарушение, по его словам, Конституции. Парламентарий обвинил их в раскрытии тайны голосования в день выборов председателя КС в августе прошлого года, когда на эту должность избрали Владимира Цуркана. Однако запрос был отклонен. ВСМ пояснили, что тема снятия иммунитета с судей КС не входит в их компетенцию. А сегодня депутат Сергей Сырба получил ответ на свой запрос в Генеральную прокуратуру. Он требовал наказания для главы государства за вмешательство в деятельность судей Конституционного суда. Прокуроры оказались краткие и лаконичные. Президент не может быть привлечен к ответственности из-за наличия у него иммунитета. Попытки социалиста Василия Боли поменять состав судей КС не прекращаются. Сегодня он потребовал заменить одного из служителей Фемиды в процессе рассмотрения вопроса о российском кредите. Депутат указал на его бывшее членство в партии действий «Солидарность». Гнев социалиста устремлен на судью Николая Рожку, который не ответил на наш телефонный звонок, чтобы прокомментировать ситуацию. Впрочем, Боли ничего не сказал о том, что Владимир Цурканду, его избрание председателем КС, был депутатом от партии социалистов. Василий Боли выразил сомнение в беспристрастности судьи Николая Рожки, поскольку тот некогда состоял в ПДС, а еще раньше был адвокатом Майя Санду. Единственное решение для беспристрастного и справедливого судебного разбирательства – это отстранение судьи Николая Рожки или его самоотвод от рассмотрения жалобы, поданной депутатом Сергеем Литвиненко, написал Боля в своем фейсбуке. Зампред партии действий «Солидарность» в ответ заявил, что причин для замены Николая Рожки он не видит. Жалобы на кредитное соглашение с Российской Федерацией были поданы как минимум тремя парламентскими фракциями. Между тем, группа «Про Молдова» сегодня потребовала отставки Василия Боли с поста председателя парламентской юридической комиссии за нарушение регламента законодательного органа при своем запросе об отставке трех судей КС. Господин Боля, будучи членом парламента, может выступить с любым прошением, каким бы нелепым с юридической точки зрения оно ни было. Но господин Боля подписал то прошение в качестве председателя юридической комиссии и не имел на это абсолютно никакого права. Глава комиссии может подписать его от имени комиссии, только если эта тема была обсуждена. Василий Боля не ответил на наш телефонный звонок, чтобы прокомментировать обвинение. Накануне Высший совет магистратуры постановил, что рассмотрение этого запроса не входит в компетенцию учреждения. А поскольку домнику Маноле назначили судьей по решению правительства, а Любушова и Николая Рожку – парламента, судьи решили направить запрос на рассмотрение именно туда. Европейский союз, будучи крупнейшим партнером Республики Молдова, продолжает оставаться рядом с нами даже в кризисной ситуации. А представленная в негативном свете помощь, которую ЕС выделил в нашей стране, вызывает сожаление. Об этом накануне в эфире ТВ-8 заявил посол Евросоюза в Молдове Петер Михалко. Дипломат также подверг критике нападения политиков на независимые СМИ. К сожалению, помощь ЕС используется или представляется в негативном свете. Мы здесь как друзья, соседи и партнеры. Мы искренне предлагаем эту помощь, эту поддержку. ЕС является крупнейшим сторонником Республики Молдова, помогала в последние 10-15 лет, а также в нынешней кризисной ситуации. Глава дипмиссии также осудил недавние нападки на независимые СМИ. Петер Михалко вспомнил ситуацию июня прошлого года, когда независимые журналисты равноудаленно освещали события того времени. Кто рассказал гражданам Республики Молдова, что происходит с изменениями в парламенте? Независимая пресса должна цениться. Нападения на независимые СМИ недопустимы. Без независимой прессы мы не можем представить возможность существования европейского демократического общества. Что касается призыва депутата-социалиста к Евросоюзу перенаправить финансирование журналистов на врачей, посол заверил, что европейцы заботятся и о благополучии нашей медицинской системы, а независимые журналисты заслуживают поддержки, в том числе в освещении проблем в медицинской сфере. Мы продолжим поддерживать независимую прессу. Говорил глава делегации ЕС в Молдове и о реформе правосудия. По словам Петра Михалко, она находится в состоянии застоя слишком долго, и без изменений в этой сфере мы рискуем остаться без поддержки инвестиций. Не осталось незамеченной и ситуация, сложившаяся в Конституционном суде. Конституционный суд необходимо оставить в покое, чтобы это учреждение занималось тем, что входит в его компетенцию. Правосудие в целом должно быть освобождено от политического или какого-либо другого влияния. Небольшие пекарни столкнулись с нехваткой зерна, по словам владельцев нескольких компаний по производству хлебобулочных изделий. Посредники уже завышают цены на муку и пшеницу. Покупать в больших количествах и запасаться заранее не всем по карману. Поэтому малые предприятия уже ощущают последствия засухи. Под видом покупателей мы попытались связаться с несколькими торговцами зерновыми. Запасы на складах закончились и неизвестно, когда пополнится. Это нам ответили в беседе по телефону. Сейчас за килограмм пшеницы у перекупщиков придется выложить от 4 до 5 леев. Больше нет. Там, где мы покупали, запасы закончились. Часть отдали на экспорт, другую продали. Олеся Глоба, администратор пекарни в Аргееве, свою продукцию из цельнозерновой муки поставляет в местные магазины. В самом начале бизнес столкнулся с главной проблемой – отсутствием сырья. Нас это затронуло. У нас небольшая пекарня, мы не запасаемся зерном. Невозможно найти. Даже у производителя посредники продают. Если хотим закупить, никаких накладных не предоставляют. Как говорит предпринимательница, перекупщики завышают цены, поэтому большие запасы не по карману. Преждевременно делать резервы. Цены завышены из-за посредников. Пока нет урожая этого года – это негласное подорожание. И в других пекарнях уже ощутили ценовые изменения. Малые производители практически перестали поставлять продукцию. Они не продают, поскольку не знают, каким будет урожай в этом году. Они пытаются обезопасить себя. Это нормально. Если урожай пропадет, с таким резервом им удастся засеять в следующем году. Как говорит Дарин Мериуц, из подобной ситуации его компания за семь лет существования ни разу не сталкивалась. Зависит от резервов, от данных, которыми владеет Министерство сельского хозяйства. Если резервов хватает, тогда это подорожание не обосновано. Крупнейший в стране производитель хлебобулочных и мучных изделий компания Франзилуца пока работает в обычном режиме. Работаем мы в нормальном режиме. По правде сказать, засуха дает понять, что пшеница и мука подорожают. Под видом покупателей мы связались с несколькими торговцами пшеницы. Все они являются посредниками. Уже нет. А когда получите? Не знаю. В какую цену пшеница? 4,50. Почему так дорого? Такие цены. Только остатки. 5-10 тонн. Не могу сказать, если даже эти остатки. А в какую цену? 4-5 леев. Было дешевле? Когда-то и кони были по рублю. Накануне депутат от партии «Платформа. Достоинство и правда» Василий Анастасий обратился с запросом в Генеральную прокуратуру, требуя пролить свет в деле о поставках пшеницы, которыми в последнее время занимались две крупные компании. По версии Анастасии, в стране создают искусственный дефицит зерновых, чтобы осенью пополнить запасы за счет поставок пшеницы из Российской Федерации. Власти заверяют, что резервов зерна в стране достаточно, а премьер-министр отметил, что продовольственная безопасность будет обеспечена. Железный мост во Флорештах, построенный более века назад, по слухам, одним из предшественников Гюстава Эйфеля может в любой момент обрушиться. Если раньше на этом мосту ездили авто, то теперь здесь не могут пройти даже пешеходы. Местные власти заверяют, совсем скоро все будет как раньше. Местные жители с ностальгией вспоминают тот период, когда на мосту кипела жизнь. Мост исторический. Молодожены приходят сюда фотографироваться. Сейчас вокруг навели порядок. Хотим посадить деревья, хотим установить и стол. Сюда съезжается практически весь город. Семьи с детьми приходят посмотреть на лебедей, полюбоваться природой. Жаль, что этот мост с такой историей разрушен. У нас здесь была воинская часть, и по этому мосту ходили танки, пушки, проводили военные маневры и уезжали в Арвареоку. Видите, что осталось от реки Реут? Была редкая красота. Мы со двора могли видеть, как в ней отражается луна. Река и берег были чистые. С некоторых пор вокруг моста начали накапливаться груды мусора. Отходы сюда сбрасывают даже местные жители. Мост был хороший, но поскольку его вовремя не отремонтировали, сейчас он в катастрофическом состоянии. Невозможно по нему пройти, даже если хочешь куда-то отправиться. Можно лишь с берега на него смотреть. Невесты и женихи часто приходят сюда, чтобы сфотографироваться. Здесь хорошо. Беспорядок, который сейчас у моста, непростителен. Видят, что Реут зарос и сбрасывают сюда мусор. Мэр Флорешт говорит, что восстановление железного моста было включено в местную стратегию развития на 2015-2020 годы. Власти стремятся превратить железный мост через реку в туристическую достопримечательность. Мы не знаем, кто его построил, но ходят слухи, что это был предшественник Эйфеля. Я написал письма о наших намерениях в несколько посольств, в том числе французское. У нас есть побратимские соглашения с городами Польши. Мы обратились и туда. Были, показали наши туристические места. Ждем возможности определить источники инвестирования. Железный мост в городе Флореште был построен еще до Первой мировой войны. До настоящего времени он не был включен в реестр исторических памятников Молдовы. Таким был этот день. Я напомню, если вы стали очевидцем важного события, присылайте свои видео и фото в редакцию нашего телеканала. Берегите себя и близких вам людей. Не забывайте следить за своим самочувствием. Далее смотрите прогноз погоды, курс валют. Увидимся завтра в 22.45. Всего доброго и хорошего вечера. Субтитры подогнал «Симон»